Ух малышка, какая ж ты грязная. Дёрти-дёрти. Спасибо вам за активность под роликом Биг Бэйби Тейпа. Так приятно. И было неожиданно, что многие захотели видео про Кезару. Опа, кого-то хлопнули, братан. Хотя про него много чего известно, но ладно, раз уж пообещали, то мы и сделаем это. В этом видео мы поговорим о жизни Кезару, творчестве и почему он интересен публике. И вот он я. Hustle.rf – это магазин крутых кроссовок и одежды по самым вкусным ценам. В ассортименте более 3000 моделей кроссовок и все в наличии. На сайте только реальные отзывы покупателей магазина, которые можно проверить. Удобное оформление заказа и отзывчивая поддержка профессионально помогут подобрать правильный размер. А самое главное, у ребят есть бесплатная доставка и оплата при получении. Также только для моих подписчиков действует промокод RepHub, дающий скидку аж 30%. Заходи на проверенный магазин и убедись сам. Полное имя Кезару Олег Викторович не Чапаренко. Родился он 21 мая 1989 года в Санкт-Петербурге. Олег рос в обеспеченной семье на Ленинском проспекте, что недалеко от Купчино. Его папа хорошо зарабатывал, а мама была лицом бренда Жан-Поль Гальтье. А также вела свой магазин брендовой одежды, поэтому семейство не Чапаренко жило в полном достатке. Также у Олега есть младшая сестра, которая вместе с мамой приезжала в Барселону. С юности Кезару увлекался музыкой. Его любимыми русскими исполнителями были Децл, Смоки Мо, Каста. А если брать зарубежных, то Крис Трэвис, Трисикс, Мафия Ута, Инклен и другие. Также Олег состоял в кругах с золотой молодежью, был избалован деньгами, а его поведение и отметки в школе оставляли желать лучшего. Поэтому его часто выгоняли из учебных заведений. И в один момент наступает черная полоса. На его маму вешают долг в 6 миллионов евро. Чтобы его погасить, семье приходится продать все дорогое имущество, переехать из четырехкомнатной квартиры и начать жить более скромно. Дичь, дичь. Олег не хотел поступать на факультет международных отношений с помощью семейных связей и пошел продавать стафы. Впервые он это сделал в восьмом классе. Вот как это было по словам Кизару. В восьмом или в седьмом классе я продал чай Ахмад. И как оно? Потом не побили? Нет. Все были маленькие. Мы потом курили в подворотне этот косяк. И все делали вип, то, что их накурило. Это было смешно. Ну и потом он начал активно заниматься продажей запрещенных веществ. И, конечно же, были огромные минусы в этой работе. Дома к тебе врываются... Да, ты не успеваешь дверь закрыть, ставится нога, открывается дверь с размаха бьется, сразу тебе в ебучку сразу прилетает, кладут всех в пол. Представляешь, что это служитель закона опять. А это не служитель закона. Отбирают у тебя все, что у тебя есть. Товар, бабки и даже одежду твою. Первый раз мне нахлобучили там 250 тысяч налом, блядь, 150 грамм травы или 200 грамм травы и одежда еще на пару тысяч баксов. И как он чуть не погиб от наркотиков. Два колеса закинулся, базика покурил на эфире, еще что-то еще, дороги какие-то были. В совокупности это все меня так наказало, что у меня там чуть-чуть глаза не закатывались, понимаешь. Ну и тогда мой кореш испугался вообще за то, что как я провожу время свое вообще, то, что я делаю со своим организмом. И тогда меня после этого попустило. Помнишь, какое состояние было с давлением? В России непонятное, как будто ты умираешь, а может и не умираешь. Это хочется, тебя тошнит или что? Нет, ничего не хочется. Просто глаза закатываются. Кто тебя спасал, как тебя реабилитировали? Мне дали лимона вроде или что-то такого. Помимо наркоторговли, Кизару начал заниматься музыкой. И давайте послушаем его первые фристайлы. Даже лень, кипап выше на одну ступень, кидая взгляд, вижу справа кто такие. Папа жу поближе к ним, с виду молодые. Ведут себя как пац, читают на танцы. Как нажаться или пройти бесплатно на танцы. Вас не волнует моральный рост. Жизнь потихоньку тлеет, как пепел от пакет. Роспродаты тихо дома лечат раны. Пока депутаты набивают чемоданы. Телеканал Муз ТВ УЕ. Не, не по себе. Лиши дети вырастет на их музле. Но при наших законах мы пробетаем запах в салоне. Не дай бог кому-то увидеть звезду на погоне. Куча мелодий, техники, весь миг. Страницы техник я буду делать как местник. 2012-то ничего не будет. Меня обрадует только если президент падует. Хотя какой-то макур. Нонсенс абсурд. Он занят пересчетом купю. Жене купил кольцо, а кутюр. Получается мы стадо забиски в отцу. Дядя сел за руль, теперь куча переполненных тюрьм. Перед тем, как будем обсуждать творчество Кизару, хочу сказать, что, к сожалению, я не смогу обозревать каждый трек. Это слишком долго. Я покажу основные и значимые моменты. Надеюсь, вы поняли. Первым псевдонимом нашего героя был Дилинг Аунсис. Первый микс-тей был выпущен 20 августа 2011 года. Альбом наполнен уличной жизнью Питера, размышлениями о жизни, а также бросал палки в колеса правительству. Наше правительство блеск, большой интерес, имеет к людям, которые таскают на район небес. Смысл выпущен, я недоволен. Травят и нас табаком, алкоголем. Валитер за ночь, парень, да ты болен. Уайт, Рина, Кали, Хейс. Все серьезно, Дима. Нужен полный кейс. Старый топ-рюджек. Ну и, кстати, мнение России у него не изменилось. Создает Россия вообще по всему. Там, знаете, почему мы не остаем? По вооружению ее и армии нам отжать, блядь. Кусок страны мы готовы. Че ты для молодежи делаешь, чтобы она наркоту не продавала? Нихуя ты не делаешь. Молодежь не то, что ущемляют, а ей не дают вообще дышать. Хнафу бабушка может прожить на три с половиной тысячи в месяц, если, блядь, за квартплату только три надо путать. Как говорит Олег, ему стыдно за эти треки, а также его не устраивал свой голос. Но спустя время он берет новый псевдоним Янки и делает дреды, а также меняет стиль подачи. Темы остались прежними. В 2013 он выпустил альбом Last Day. В 2014 году он представил еще несколько крутых синглов. Также в том же году вышел еще микстейп совместно с Сонши Али. То есть те, кто говорят, что в творчестве Кизару нет смысла, включите как минимум его старые песни и скиньте им вот это. Так а зачем ты базаришь, открываешь свой рот, если ты не знаешь? Возвращаемся к его торговле. Один раз ему удалось отделаться от срока. Но все же его снова взяли за задницу. И в 2014 году происходит его внезапный переезд в Барселону. Вот как это было. Когда я возвращался домой, посмотрел направо, уже увидел человека, который мне очень не понравился. То есть я сразу понял, и он смотрел на нас конкретно. Упор. Да, в упор. Я понимал, что уже что-то неладное. Я зашел в парадную и услышал, как спускаются по лестнице оперативники. И все, и там жетоны полетели мне в лицо сразу же. Ну, типа ФСКН, Федеральная служба по контролю наркотиков, блядь. То есть они спрятались в парадной? Да, в парадной. Ждали. И кто вообще Олег? Кто тут Олег? Я сказал, что я Олег. И они вытащили у меня ключ от квартиры. И вскрыли квартиру моим же ключом. Без ордера, без всякой хуйни вообще, без всего. Просто по беспределу. Потому что знали, что там лежит трава. Точно. Так что вот хороший совет от Кизару. Не могу сказать, что это стоит того. Я бы посоветовал молодежи вообще держаться подальше от всего этого. Потому что ничего, кроме страданий, его не получит. В общем, Кизару переезжает в Барселону, где снимает комнату у своих друзей и начинает двигаться в Испании. Так как не знал языка, не было документов и тем самым он был нелегалом, он пошел опять торговать наркотиками. А если не хватало денег, то просил у мамы, потому что ни у кого больше не мог просить. Олег продолжает заниматься творчеством. И мало кто знает историю первого записанного трека Кизару в Барселоне под названием «Все еще здесь». Представляете, русский пацан приезжает в Барселону. И у меня ни корешей вообще, ни кого нет. Типа ни связи, ни корешей. Всем похуй, кто ты вообще. Куда можно пойти? В другом городе. На студию нормальную найти, где человек согласится с тобой работать. Плюс у тебя нет денег много, чтобы платить. За студию, потому что в студии нормальные деньги делают. Блядь, это хуйня. Берут нормальные бабки. Сначала мне, естественно, первое показали там, кто зашел, там сумасшедшие деньги. Огромная студия. И я такой... Второй или третий контакт, это был... MLR Studio. И я просто написал ему в фейсбуке, что стоит 50 евро запись и 100 евро стоит миксинг. И я ему сказал, что у меня есть для тебя 20 евро. За все. Трек какой? Я все еще здесь. Янки. Я все еще здесь, парень. Я все еще здесь, парень. Что бы ты ни делал, хоть убейся, я все еще здесь. Готов слить твои сики на фейсе, я все еще здесь, парень. Далее он меняет свой псевдоним на Кизару. Сценический псевдоним он взял по имени Адмирала Морского Дозора из своего любимого аниме-сериала One Piece. И начал выпускать треки под новым именем. Один из которых уже по праву легендарный. Никто не нужен. Что бы ни случилось, не смотри на оса. Жизнь подкинь и тебе проблемы. Также хочется выделить его атмосферную композицию. Забудем про них. Ты же помнишь, что я люблю, люблю. Видеть улыбки людей, но злую павенью. И дерзкий час пик. Мама пить, переживай, сын без дыр. В начале 2016-го Кизару разыскивает Интерпол. И его опять принимают. И садится в тюрьму на 4 месяца. Знаешь, кто я? Я зэк нахуй. Он рассказал одну смешную и жуткую историю из тюрьмы. Чел высрал 7 сигарет, блядь, я охуел. Чего? Да, высрал, высрал. Из задницы. Сука. Господи. 7 сигарет. И одну закурил, прикурил. И одну мне дает. Говорит, будешь? Я говорю, я сдержусь, пожалуй. Я не понял, как они сухие у него остались. Он как-то стал в какой-то хуйне. Я так и не понял. В общем, он выходит из тюрьмы и дропает клип «Экспортер». Парень все везде закрывал. Хочет поиграть, но он не... А потом альбом «Мазфуэрте». Это тоже историческая фигня, как с треком «Все еще здесь». Ведь он написал его в тюрьме. Как мы видим, на обложке присутствует маленький Олег, а сам релиз в переводе означает «сильнее». Куятый философ. Этот альбом многие считают лучшим релизом Кизару. А что думаете вы? Пока вы пишете комментарии, послушаем треки с данной пластинки. Альбом оправдал ожидания фанатов. В релизе присутствуют треки в разных стилях. Где-то агрессия, где-то он поет и так далее. А как появилась фраза «Хорошая работа, Олег». Хорошая работа, Олег. Вот что говорит Кизару. Когда-то давно мало кто знал про Ларри Джуны. Я услышал его Эдлиб «Гуд джоб Ларри». Подумал, что это круто, взял, перевел, послушал. А звучит неплохо. На самом деле это изначально из фильма про Остина Пауэрса. Я бы не стал просто так брать Эдлиб, если бы не знал его происхождение. Но все же 2017 год стал для него самым успешным в плане популярности. Так как он вступал в словесные перепалки с Фейсом и Фараоном. И давайте начнем со второго. На том же Масфуэрта были отсылки к Фаре. И вот его основная претензия. Мне еще раз тебе говорю, мне нравится вранье нахуй. Я не буду слушать студента, который меня, блядь, откровенно заливает. Для него важно, чтобы рэпер читал о том, как он живет. Но со временем понял, что это невозможно. А это претензия уже к Фейсу. Это влияние на молодежь. Молодежь слушает, некоторые ему верят. В большинстве случаев это маленькие дети. С 7, 8, 12 лет, 13 лет. Они слушают, трахнул суку без гандона. Ну и что, он научил трахать тебя, сука, без гандона? Я не говорю, что я не читаю о грязи, о всякой. Только если я это делаю, я это делаю очень обоснованно и грамотно. В марте 17-го Олег выпустил экспериментальный EP Long Way Up на английском языке. А в ноябре он представил альбом Яд, который сделал совершенно в другом направлении. Олег пробовал себя в разных стилях. Например, где-то он читал как 21 Savage. Ну или же как в плейбой карте. На моем аккаунт, на моем аккаунт. Я прибавару нулей на своем аккаунт. Но также не забывал уничтожать бит. По наводке подгребает, скуки водки. Надоел свое лицо, мохуя с нету. Ну или же снова попеть. А треки «Что ты знаешь обо мне, если бы я был тобой» стали хитами. Альбом, как по мне, удался. Здесь было много чего интересного. Но на этом обсуждение альбома Яд и личности Кизару не прекратилось. А наоборот росло в геометрической прогрессии. Блогер Моргенштерн сделал разоблачение и раскритиковал Кизару. В том числе он сомневался в правдивости слов, что его всего лишь отпустили на день рождения. Из СИЗО, блядь, на день рождения отпустили. С килограммом травы. И Кизару ответил так. Как нахуй можно проплатить Интерпол, ёбаный рот? Как можно проплатить полгода тюрьмы, нахуй? 2018-й начался не менее жарко, когда он вышел в прямой эфир и зародился новый мем. «Идите слушайте Ленинград, идите слушайте Витя Ака 47, нахуй, идите слушайте Жигана, нахуй, кого угодно, блядь. Не лезьте, блядь, в хип-хоп, вы ебучие суки, нахуй. Дауны, блядь, мать вашу!» «А с русскими людьми мне не о чем разговаривать, просто нехуй, блядь, базарь, потому что вы нихуя не знаете, потому что вы тупоры, сука». Тогда подгорело не только у зрителей, но и у рэперов, Олег позже объяснился. «Чё я хотел от России? То есть я от своей страны ждал прям вообще. Понял, чтобы она там в моменте, понял, все стали, блядь, образованные, умные, начитанные, понял, разбирающиеся. Ну такого не будет никогда. В 2018 году он начал активно использовать автотюн на альбоме «Назад в будущее». И опять альбом вышел не такой, как два предыдущих. И этим Кизару и цепляет, так как каждая пластинка это что-то новое. Очень понравился трек «Только взгляни», считаю, что он недооценен и этот трек должен был быть хитом. Также в альбоме он говорит, как всегда, про трушность, как ему важно быть настоящим, что он ребенок 90-х, у него свои принципы. Кизару через год представляет «Кармагеддон», и этот альбом мой самый любимый. Я истребитель, небо мой обитель, да я прибыл, уууу, тройная прибыль, сука, этот рэп твоя погибель. Я всегда он окривляется в тик-клок, я танцую крик-клок, мне нужен этот вик-клок, задолжал ты в лип. «Дежавю» и «Мани Лонг» стали хитами, и стоит заметить, что по сути в этих треках нет припевов, каких-то цикличных и назойливых, как это делают большинство исполнителей. Просто крутыми куплетами застелил так, что эти два трека держались долго в топе. Особенно «Дежавю» был иногда даже спустя некоторое время на первом месте, и до сих пор находится в чарте топ-50 на Спотифай. Ну а хотелось бы выделить еще трек со «Смокпёрпом» и «Держу район». А еще какой же сильный трек вышел «Исповедь», я очень удивился искренностью Олега. После такого успешного альбома он выпускает эпи «Say No More». Вроде ничего мы от этой работы не ожидали, но получилось неплохо. Также он хотел перепеть Цоя, но ему не дали это сделать. Мы сейчас продолжим обозревать творчество, но чтобы не было монотонно, то давайте обсудим мемы с Кизару. Как вы знаете, он в ТикТоке в прошлом году был главной фигурой, и вот что думает насчет этого сам рэпер. Кстати, насчет мемов, ребят, спасибо, что вы вообще делаете мемы. Это поднимает как бы публику и интерес, респект, кто это делает. И еще, ну вообще у всех, по-моему, мемы есть. Так как-то получилось, что у меня их больше всех. Не то чтобы я как бы факуюсь с этим дерьмом, но раз молодежи заходят, то пусть делают. Как ни крути, но мемы добавляют популярность, так что за это пацанам реально респект. В прошлом году он выпускает очередной альбом «Born to Trap». А также хочется выделить фиты и с зарубежными исполнителями. И совсем скоро выйдет альбом «Бандана» с Биг Бэйби-тейпом. А вообще, если послушать все творчество Кизаро, и вы поймете всю его жизнь, как он живет и его мировоззрение. Последнее время, блядь, они стали такие мягкие, знаешь, нежные, как детское дерьмо, блядь. Если ты ни на чем не стоишь, нахуй, бля, вы упадете от всего. Он очень любит музыку, потому что она его спасла в самые тяжелые моменты жизни. На самом деле он добрый человек, и у каждого бывают срывы. А следующее видео, которое я хочу вам посоветовать, это рэперы, которые загубили карьеру.